Захватывает естественный мир! Пусть сверхъестественная слава прорывается в наш естественный мир! О, чудеса, знамения, чудотворения, слава, движение ангелов, познание Бога, мудрость, откровение! Пусть почуют на этом месте! Бог, высвобождай свою славу на этом месте! Это Твоя церковь, это Твоё место! Познай ему славу, семья Бога! Yes! Аллилуйя! Аллилуйя! Прекрасный наш Иисус! Обнимите несколько человек вокруг себя! Скажи им, ты молодец, ты прекрасный! Ты хорошо сделал, что ты пришёл сюда! Команда, поклонение, спасибо! Ребята, вы молодцы! Вы молодцы! Вы реально касаетесь чего-то, и это чувствуется, оно течёт! Религия никогда не поймёт, что значит застрять на одном аккорде! Вы знаете, что ангелы миллиарды лет застряли на одном аккорде! Кто мне напомнит этот аккорд? И они до сих пор ещё новые не придумали! Хорошо! У нас есть уникальный момент! В первый день, кто здесь был, и Иисус уникально двинулся, я даже сам не ожидал! И у меня даже другая тема была! Я так скажу, Иисус сказал, мне чётко, Он говорит, я хочу с некоторыми людьми встретиться! И у нас был момент, я уверен, что с некоторыми людьми Бог встретится! Но у нас есть момент один! Я хочу, чтобы сейчас наша сестричка за светильство, и к ней реально пришёл Иисус! И пожалуйста, как тебя зовут, что Бог сделал, что с тобой произошло? Меня зовут обычно Наталья, но Бог мне дал другое имя! Аллилуйя! Было очень интересно, на энкаунтере, когда я была с Иисусом около Отца, около Его престола, то отец хотел, чтобы я Его обняла! Но я сказала ему, что я боюсь Его обнять, потому что я считала себя какой-то недостойной! Вот в пятницу, наоборот, получается, мы с Иисусом снова, вот это всё происходило, и я снова с Иисусом встретилась, и попала к Отцу около престола, и Он сказал, чтобы я Его обняла, и в этот раз я не побоялась Его обнять, я Его обняла, и было такое интересное чувство, вообще, как будто бы я Его обнимаю, и я себя уже не вижу, я полностью растворилась, и я Его обняла, я полностью в Нем растворилась! Очень-очень такое, вообще, было интересное чувство! Вот, спасибо! Аминь! Слава Иисусу! Классно! Отлично! Приготовьтесь, дорогие! Иисус хочет общаться со своей невестой! Проблема, вы знаете, проблема в чём? Проблема в том, что нам не нужно винить людей, которые остановятся между нами и Богом, нам нужно перестать позволять людям стоять между нами и Богом! Я в Библии нигде не нахожу, чтобы человек был посредником, грешный человек, такой же самый, нуждающийся в такой же крови, как и я, посредник, но человек может быть очень хорошим указателем на Христа, но я так скажу, между Богом и человеком есть единственный посредник, и Библия его называет, как дорогая церковь, Иисус Христос! Это единственный посредник! И поэтому перед тем, как двинуться дальше, ты всегда будешь с Иисусом! Итак, дорогие, сейчас я пойду в завершающую тему, и я скажу для меня очень важную, мне сейчас нужно ваше внимание, я очень много говорил на этой конференции о сознании, о духе, о сердце, о том, как собрать себя, как вникнуть в себя. Для меня это очень важно, эта серия тем о сознании, о подсознании, о том, вы знаете, церковь об этом не учит вообще нигде. Эта тема потерянная полностью, потому что дьявол завоевал эту сферу и профессионально контролирует движением Бога. Но, дорогие мои, мы должны вернуться в исток, и я вам сегодня хочу просто рассказать еще, я так скажу, конкретную завершающую ступень, завершающую тему в этой серии, которую я назвал «Сила твоего сознания». Итак, мы с вами уже говорили о многих вещах, я не хочу о них повторяться, те, кто пропустили, обязательно скачайте, прослушайте, все будет бесплатно, все будет на интернете, но я хочу, чтобы каждый из вас понял, куда мы идем и зачем мы все это делаем. Вы замечаете, что еще, например, сделать 3-4 служения подряд, и сверхъестественное уже начинает прорываться в этот зал. Вы чувствуете? Вы чувствуете, как вот последнее служение, прославление, и уже ты чувствуешь, вот оно сейчас лопнет, и слава просто упадет. Вот это примерно так и есть, дорогие, когда мы пленяем всякая мысль, все в послушании Христу. Здесь постепенно-постепенно вытесняется тьма, и нам не нужно кричать, звать Иисуса. Он сам входит в этот зал. Он сам входит в этот зал, и ты ничего не можешь поделать здесь. Я вам честно говорю, еще 2-3 служения, дай вот на этом месте, вы увидите, что здесь начнет происходить. Но мы не здесь, чтобы начать, знаете, вот это движение. Мы здесь, чтобы поднять чемпионов, которые разъедутся и будут двигаться в славе Бога на своих местах. Мы не здесь, чтобы создать секту, в которой хорошо. Мы здесь, чтобы поднять воинов Христа. Аминь. Я тоже мог бы сидеть в своем Сиэтле. Мне там отлично. У меня горя нет. Я живу очень хорошо. Но Бог мне сказал, сынок, я это дал тебе, чтобы ты поделился с моими детьми. И вот поэтому я здесь. Итак, сила твоего сознания. Я нахожусь в моем призвании, в реальном призвании от Бога, и делаю то, что я делаю сейчас, подчиняясь Христу. Никто не может на меня надавить или поговорить со мной, знаете. Почему? Потому что Бог, когда ставит тебя, у тебя уже есть босс, у тебя есть начальник, его зовут Бог. Аминь. Дорогие мои, я вам серьезно говорю, мы должны с вами научиться жить, как пророки Ветхого Завета, или, я так скажу, апостолы Нового, у которых они были водимы Духом Святым, ни братским советом, ни голосованиями, ни выборами, и никакими вещами. Они были все ведомы Святым Духом. И чем больше мы будем ведомы все Святым Духом, тем больше единство придет в церковь. Потому что Дух Святой не воюет сам с собой. И некоторые люди говорят, нам нужно прийти в единство церквей. Это экумения, это дьявольщина. Церкви не могут сойтись, если Дух Святой не сведет нас. А мы можем свестись вместе только тогда, не потому что три пастора договорились, а потому что мы все подчинились Святому Духу, и Он нас всех расставил на свои места. Ты глаз, ты ухо, ты палец, ты ребро, ты печень, ты сердце. Вы видите, чтобы в моем теле какие-то части тела воевали друг с другом за позицию? Вот именно так Христос хочет видеть свою церковь. В полноте, в работе, в единстве и нет динаминации. Есть глава Христос и полностью функционирующее тело Христа. Никто не воюет, никто не сражается, никто не тыкает пальцами и никто в моем теле не завидует друг другу. Все совершенство происходит только так, потому что Он дизайнер тела. И Библия много раз говорит, что тело, даже сравнивается тело Христа с физическим телом, чтобы нам с вами понять, хотя бы прикоснуться, что есть настоящая церковь, настоящая гармония и все части тела. Вы видели, чтобы мой большой палец отвечал перед мизинцем или мизинец преклонялся перед указательным пальцем? О, а вот эта мысля, наверное, не попадала в голову никогда. Так до каких пор мы с вами преклоняемся и слушаемся других частей тела и игнорируем главу Христа, который говорит тебе прямо сейчас, что делать? Подумай над этим. Это хорошее откровение. Он нас не слушает. А где в Библии написано, что большой палец ноги должен слушать большой палец руки? Где написано, что пять пальцев собрались и отлучили на этой руке указательный палец? Где? А, у нас своя Библия. Ну да. Тело сражается за свои части. Настоящее тело Христа будет идти на любые воины, чтобы не потерять ни одну клетку со своего организма. Люди расшвыриваются людьми. Пошел, ты его отлучаем вон отсюда, потому что это не тело Христа, это монстр религиозный, который ты просто под гусеницами этой заразы находишься. Настоящее тело бережет себя, во-первых, и потерять тебя никто не захочет, потому что ты часть тела, родная часть тела. За тебя сражаться будут, чтобы не потерять тебя, а не вышвыривать при первой ошибке или при первой проблеме. Бог мой, возврати стандарты царства назад в тело. Итак, я нахожусь в моем призвании. Большая часть из-за той темы, о которой я сейчас буду говорить. Я делаю то, что я делаю. И я так скажу, что мое движение и мое служение отчасти зависит то, куда я приезжаю. Я вижу Отца Творящим. Когда я приехал сюда, у меня сразу был вопрос, Бог, что ты делаешь здесь? И я прямо увидел, что Бог сейчас, Он рушит твердыни, Он выводит вас на другой уровень. Вы после этой конференции будете абсолютно другими. Я это вижу в духе. У вас, знаете, слава Богу, это только Он может. Никакой человек не может приехать, поговорить с тобой несколько часов, и твоя жизнь изменилась навсегда. Человеку это невозможно. Это делает Бог. Все, что от меня зависит, это войти в духовный мир и увидеть, что хочет Отец для Кёльна. И я смотрю, вот что хочет Отец. И когда ты слушаешь, ты говоришь, слушай, откуда Он знает? Я ничего не знаю. Он все знает. Я просто подчиняюсь. И все. Я не угадываю ничего. Мне не надо угадывать. Мне просто нужно увидеть и подчиниться. В последнее время, я так скажу, или последние несколько лет, вы знаете, когда ты проходишь много вещей, много слышишь, много видишь, находишься в сверхъестественной славе, находишься в вещах, которые люди не могут даже объяснить, что это? Доращивание рук, ног, золотые зубы, камни, перья, елей, золото. И ты не можешь это отвергнуть. Оно есть. И остальные другие, иступления, выходы из тел, транспортация людей с одного города в другой. Провал во времени. Все это сверхъестественные вещи, которые церковь еще предстоит пережить. Дорогие, мы настолько застряли в этом времени, настолько присоединились к этой плоти, что для нас все сверхъестественное – это страшно. Хочешь, я тебе для твоего мозга объясню, что такое чудо? Хочешь? Даже твой мозг поймут, который вообще ничего обычно не понимает. Даже для мозга объясняют. Итак, ты порезался. Сколько нужно, чтобы этот порез зажил? Неделя-полторы. Так? Можешь себе представить, что такое чудо? Чудо, исцеление – это естественный процесс исцеления. То есть, ты исцеляешься, полторы недели проходит, рано заживает. Сверхъестественное чудо – это когда Бог берет и вынимает твой палец из времени, и заживление происходит мгновенно. Ты слышишь меня? Смотри, когда я во времени, вот я, мне нужно время, так? Когда я вхожу в дух, в духе все совершилось. Поэтому сверхъестественное чудо очень просто объяснить. Когда Бог хочет что-то сделать радикальное, Он просто вынимает тебя или часть твоего тела из времени в духовный мир, где нет времени, где живет Бог, и происходит то же самое заживление только за одну секунду. Все понимают? Твой мозг согласен? Ой, аллилуйя! Теперь я понял! Аллилуйя! Хорошо. С мозгами дружить надо, я это понял. Нужная часть тела. И вы сразу увидите, если кто-то не дружит с головой. Поэтому это надо. Итак, уникально то, что я наблюдал, как люди используют негативно силу своего сознания. Я видел людей, которые, вы знаете, мы так научились использовать наше сознание в разрушение себя, что у нас даже извилина не поворачивается, что можно свое сознание повернуть в создание себя, в изменение себя, в введение картины Бога, в применение сознания в позитивные вещи. Я это прочитаю из Библии. Поверьте мне. Я просто специально выбираю фразы, которых не было в религиозном приходе, чтобы ты слышал меня по-новому, чтобы образы были удалены сейчас из твоего разума. Потому что я сейчас скажу, приветствуюсь, драгоценные братья и сестры. У тебя сразу бах, и ты уже меня не слышишь. Брат Василий стоит. Прообраз. Поэтому я абсолютно говорю на другом языке, чтобы ты даже слышал меня по-другому. Это все сделается специально. Итак, слушай. Уникально то, что я наблюдал, как в сознании человек себя разрушал, проклинал, уничтожал, и все это происходило, не выходя из дома. Я был шокирован, когда мой друг зашел домой в нормальном состоянии. Через несколько дней я его увидел на грани самоубийства. «Объясните мне, как такое возможно?» Ты скажешь, это запросто возможно. Я что хочешь себе надумаю. Значит, ты подтверждаешь, что это возможно, не так ли? Значит, ты подтверждаешь, что если я возьму свое сознание и подчиню его духу тьмы, сознание, не выходя из дома, справится со мной и уничтожит меня. Мое же сознание. Вы замечали, как мы иногда с вами развиваем картины в голове на основании того, чего даже никто не говорил? К тебе кто-то пришел и сказал, слушай, такое произошло. И ты все, не выходя из дома, сценарий один, сценарий второй, сердечный приступ, все, у тебя уже валерьянка, ты уже сеешь, хух, хух, уже там половина людей похоронена, там с этими ты уже расстался, здесь у тебя, у тебя в голове, у тебя там вселенная движется, не выходя из дома. И потом звонит тебе кто-то, говорит, слушай, извини, эта смс-ка не от того пришла Саши. А ты думал, это от того Саши. И ты уже все, ты уже в гробу почти лежишь, все. Дорогие, вы заметили, как на почве неправильной информации мы можем уничтожить себя? Вы знаете, как человек просто может нечаянно увидеть свою жену, например, где-то с кем-то разговаривающим и надумать себе, в него войдет ревность, зло, грязь, горечь, в него войдет ужасные вещи, а она вообще того человека не знает, она просто ответила ему на два вопроса, а ты уже готов растерзать всех. Ты здесь? Я тебе сейчас говорю то, как мы с вами красиво справляемся с собой, как мы каждый день с помощью духа этого мира уничтожаем себя, мы деградируем. Он меня не любит, а он с тобой еще даже не познакомился. Девушки вообще уникальное существо. Я так заметил, нечаянно подвезешь в машине, а она уже планы на свадьбу делает. Я, Бог, свидетель, подвез в машине, у нее сломалась машина, подвез, все, она всем сказала, он мой. Разговора вообще не было ниже, ниже, там просто были процессы, которые завершились вариантом свадьбы. в ее голове. А меня даже не включили в тему. Настоящая история? То был прикол. Кто может объяснить, как такое возможно? Вы знаете, дорогая церковь, я давным-давно перестал тупить и принимать все за чистую монету. мне нравится копаться и разбираться, как все происходит. Приходит мысль, приходит идея, она входит в тебя. Что ты с ней делаешь? И вы знаете, я просто, знаете, вот есть люди, ученые, которые в микроскоп смотрят, как там туфелька делится, как оно там все это расплывается, как оно там все живет, растет. Так вот так, вы знаете, у меня примерно вот так же мозги работают. Мне нравится взять весь процесс и посмотреть на него. И то, что я вложу в полтора-два часа, это было рассмотрено в течение многих лет. Ты слышишь меня? Я тебе рассказываю процесс того, через что я проживал, получал откровения, падал, вставал, ни из одной книги это не вычитано, это лично пережито на болях и на ранах и на собственных потерях и падениях. И я хочу тебе этот опыт просто подарить, чтобы ты это не делал. Так просто жить счастливо. Итак, я еще раз скажу вам то, что я раньше говорил. Ты это сознание, а сознание это информация. Ты здесь? Меньше информации, сознание меньше может работать и принимать решения. Больше информации, у тебя больше опций. В Советском Союзе жил, у тебя только был лимонад и ситро буратино. Много выбора не надо было. Поэтому сознание опиралось только на несколько напитков ситро. Так? У тебя там были булочки по три копейки, бублики там и все, ты их на пальцы напихал и побежал играть во двор. Окей? То есть очень мало опций. Но когда ты приехал в Германию, бум, и ты, и у тебя чуть приступ не пришел от длины вот этого, вот этой лавки, где висит столько сортов колбасы. И сразу в голове опции заработали. Раньше ты в магазин скуплялся, ну, 20 минут. Какие 20 минут? 5 минут. И из них 4 в очереди. Сейчас. зашел и пропал. Ты где? А скупляюсь. Господи, сохрани и спаси. Потому что 20 сортов масла и ты и попал, на масле попал. Так вот, ты это сознание. Не заблуждайся. Если ты не веришь, что ты сознание, приди, я чем-то тресну тебя по голове и у тебя будет полусознание. Ты даже забудешь, как тебя зовут и потом ты мне доказываешь, что ты духовный человек. Я тебе скажу, что твой даже духовный человек опирается на твое физическое тело в данный момент. И поэтому, если я тебя лишу хотя бы чуть-чуть сознания, ты даже скажешь, а кто я? Это говорит о том, что я же твоего духа не коснулся. Так весло коснулось стороны твоего черепа. Я тебя просто оглушил. И ты проснулся другим. Ага, подумай над этим. Очень хорошо. Кстати, некоторым не мешало бы. Что такое серьезное? А так будешь счастливый. Это шутка. Естественно, шутка. Я молю Бога, чтобы твое сознание при тебе было. Береги его. Тебе его дал Иисус. В жизни христианина очень важным аспектом является управление своим сознанием. Знаешь ли ты, что по сей день мы все с самого детства пользуемся сознанием? Все согласны? Но мы с вами не знаем правила дорожного движения твоего. сознание. И поэтому кто-то сейчас сидит в аварии называется депрессия. Кто понимает меня? Ты допустил сознанию привести тебя. Не ты руководишь сознанием. Твое бесконтрольное сознание руководит тобой. И в это дьяволу нужно очень... Дорогие, вы даже не представляете, как он наслаждается дебильной церковью, которая даже не то, что управляет сознанием, она даже к этому вопросу не подходила никогда. Их сознание гуляет, где попало, по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. И ты даже с дома не выходил. Кто-то понимает глубину того, что я сейчас говорю. Мы все пользуемся сознанием. Мы все с детства вводимы им. Но дьявол сделал все возможное, чтобы ты не знал правила дорожного движения твоего сознания другими словами, если мое сознание не под моим управлением, не под управлением моего духа, духа святого, который живет внутри меня, мое сознание заведет меня в поражение, крах и проклятие. Тебе не надо дьявол и ад. Ты сам своим сознанием проклянешь себя. Ты уничтожишь себя своими мыслями, не выходя с машины. Интересно? Ой, интересно. Я знаю, тишина настала. Думаем, это хорошо. Итак, дорогие мои, мне все это интересно. Мне ужасно все это интересно. Я просто, вы знаете, мне даже это интереснее, чем проповедовать, копаться, исследовать, свою мысль уловить и думать, а что ты туда пошла? Вы знаете, мне нравится, мне нравится рыться, копаться. Я рожден быть учителем, мне это нравится, это моя функция. Мне нравится копаться, и потом, когда я докопаюсь и выведу формулу, мне нравится это выдавать в тело Христа, чтобы кому-то, может быть, это поможет. и так, мы идем дальше. Самый важный аспект, я знаю, что это Иисус, передавайте ему привет. Я знаю, только Иисус может звонить на собрание. Откровение хочет сказать, наверное. Смотри, в жизни христианина очень важным аспектом является управление своим сознанием. Я умоляю вас запомните эту фразу. Правило дорожного движения для своего сознания. Ты можешь быть 70-летний дедушка и кататься в такую дрянь, плавать по таким грязным просторам, что сам Христос тебя не достанет. Не переживай, я все с Библии докажу. Я здесь для этого и стою. А где это написано, брат? Сейчас скажем. Итак, второе послание к Римфянам, 10 глава, 4 стих. Павел красавчик. Скажи, Павел красавчик. Красавчик. Я наслаждаюсь, особенно книга «Римлян» вообще меня кувыркает. В Кримфянам чуть-чуть метлой бегал, гонял всех. Но я имею в виду, он мне нравится, мне нравится Павел, он не подбирает слова, он говорит прямым текстом. Иногда он такие вещи говорит, что мне нужно два года, чтобы врубиться в один стих. И я наслаждаюсь глубиной Павла. Хух. Итак, воздав честь, кому честь, идем в послание. Второе послание Кримфянам 10-4. Оружие воинствования нашего не плотские. Бэм. Слушай внимательно. Ты читал этот стих сто раз, но я, наверное, больше всего уверен, что большинство людей ничего не понимают. Смотри. Итак, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Каких твердынь церковь? Слушай внимательно. Слушай, смотри. Ими мы не спровергаем замыслы. Бум. Вот оно. Замыслы. Сознание. Замыслы. Мысли. Понимание. То, кто ты. Читаем, читаем дальше. На разрушение твердынь. Ими другими словами, он говорит, у нас есть оружие, которое мы не спровергаем. Смотри. И всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое что, церковь? Помышление. Вот вам правила дорожного движения. Слушай сюда. Мы пленяем всякое помышление в послушание Христу, который живет во мне. Ты здесь? Я не бегаю за Христом. Где Христос? Где Христос? Он живет в тебе, и Он живет во мне. Слушай сюда. Еще раз. Пятый стих. Мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Другими словами, тебе нужно научиться направлять свое понимание, мышление и все замыслы. Как только ты научился двигаться по дороге своего, другими словами, внутри тебя еще вот есть ты, и когда ты закрываешь глаза, есть ты настоящий, неприкрытый, которого не вижу я, но ты видишь себя, и ты знаешь, что сейчас ты сидишь нормальный на вид людей, но сознание уже влечет тебя в ликероводочный магазин. Например, не дай Бог, но ты здесь. Другими словами, вот я, вот не я, вот мой представитель стоит. Он красивый, он пахнет, он говорит хорошо, он иногда даже может быть помазанный, но есть настоящий я, и вот с тем настоящим мной мне нужно жить. Не так ли, дорогая церковь? Тебе с настоящим тобой нужно договориться, но я с ним не договариваюсь, я пленяю его в послушании Христу и направляю всего меня, виртуального меня, внутри меня, кто-то понимает меня? Ты следишь за мной? Виртуального меня, ведь я себя внутри себя не могу нащупать, но я там есть. Если я с кем-то спорю в машине, значит, кто-то есть, с кем споришь? Не так ли? Значит, кто-то есть, никто с собой не спорит, мой кот никогда с собой не спорит, пёс никогда на себя не гавкает, не кусает себя за задницу, ну, если блоха не пробежала вообще-то там, ну, тогда он там быстренько вычесывает, но он не уничтожает, но мы можем с собой сидеть и столько себе плохих вещей рассказать, иногда даже вслух, ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо меня внутри на путь христа и вот этот вот этот я подтягивается попозже слушай внимательно не теряя меня мы куда-то идем мы пленяем всякое помышление в послушании христу соломон говорит в другом месте потому что каковы мысли в душе его продолжаете таков и он другими словами мудрейший соломон давным-давно понимал что каковы мысли в душе его в нем в его сознании как угодно называй это он не это он вот это он не вот это он вот это он вон там внутри вот это самое главное понять сейчас перед тем как мы пойдем дальше итак то что не стало частью тебя не может задержаться в тебе вы заметили как люди пытаются что-то бросить замечали вредную привычку или наоборот начать сделать что-то хорошее объясните мне почему ты не можешь о я буду делать паузы чтобы дать подумать моей семье ты же хочешь так ну ты же хочешь а почему не получается кто тебе мешает а в натуре а кто мне мешает я же хочу вот хочу еще как хочу иногда иногда все делаю чтобы хотеть мне так ли и не могу подумать подумать пусть это сядет внутри твоего сознание и так то что не стало еще раз подтверждаю сейчас эти слова для тебя станут немножко понятнее то что не стала частью тебя не может задержаться в тебе долго что угодно начиная от духовных аспектов заканчивая физическими ты решил стать хорошим папой почему ты до сих пор не можешь стать хорошим папой ты решил бросить никотин бросить то ты решил начать молиться ты решил начать читать ты решил начать молиться это все классно это оно это то что мы должны делать но почему потому что решить это одно а стало ли это частью твоего сознания внутри тебя видишь ли ты себя молящимся очень часто люди играют роль они знаете они становятся на колени они и они вы знаете и они играют роль перед людьми но внутри 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 он стоит с двумя бутыльками водки а здесь о господи а внутри мысль чем бы закусить эти два ведра дорогие вы знаете что нам нужно научиться во первых не играть роль а подойти к себе честно не к этому это это представитель вот этот тебя всегда будет защищать вот этот всегда будет отстаивать что ты хочешь от него он старается понял он внутри очень даже хочет могу засвидетельствовать ну и что что не может ни разу вот этот брехун он будет отстаивать вот того которого не видно он там есть ты его знаешь иногда он даже противничать начинает внутри тебя хочу выпить и все вот куда хочешь едь хочу как беременная женщина соленого огурца вот хочу и и представитель встает вот этот представитель говорит окей что у нас открыто сегодня поехали ты здесь нет со мной или ты еще до сих пор играешь в игру и не поймаешь меня а я хороший не 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 я в эту игру церковь дал давно перестал играть давно и мне не важно твой титул епископ дай-ка я загляну за представителя дай-ка я гляну на тебя настоящего дай-ка я поговорю с тобой вы иногда замечали что представитель иногда сдается и включается настоящий он отодвигает представитель и говорит так все хватит сейчас я поговорю и представитель говорит не надо не надо не надо а ты так молчать и понеслась а потом едешь машине думаешь слушай как нам сейчас с этим разбираться тебе а представитель люди аж тебе говорил не лезь я же тебе говорил держи язык за зубами сейчас все знают что ты думаешь ты едешь и думаешь все пальцы съел потому что представителю сейчас нужно отмазку придумывать из-за тебя. И все это ты, не выходя даже с машины, представляешь, какой ты. Большой. И вы знаете, с вот этим всем нашим... Я, кстати, не рассказал сейчас процедуру психбольницы. Я рассказал то, что происходит у обыкновенного человека каждый день. У меня, у пастора, у моей жены, у вас, у всех. Мы все живем с представителем. Все. Только проблема в том, чтобы это потом превратилось... Представитель представлял тебя настоящего, а не покрывал тьму. Ага. Окей, окей, окей. Идем дальше. Тебе не нужно изменять... Тебе не нужно изменять изменять не то, что ты делаешь, а то, кем ты являешься. Итак, если я хочу что-то изменить в своей жизни, хочешь ключ? Я начинаю видеть себя. Вы знаете, одно из интервью Арнольда Шварценеггера много лет назад. Это был еще какой-то 80, какой-то там последний год. Где он там был, мистер Америка, мистер... там, как там... этот... universe, как это по-русски. Вселенная. И он рассказывал одну такую вещь. Он говорит, я когда подходил к зеркалу, я не видел себя маленького, я видел себя огромного. Он говорит, в моем сознании я был другим. Другими словами, он в сознании был намного круче, больше, лучше, уравновешенней, порядочней, чем здесь. Ты здесь? Проблема наша заключается в том, что как только мы сейчас с вами закроем наши глаза, бум! Мы видим что? Мы видим вот это. И это наша проблема. Это в лучшем случае, если ты видишь вот это. В лучшем, ты еще и покрываешь что-нибудь, заметаешь там, так, так, это не трогай. Туда мы не ходим. Другими словами, если ты хочешь измениться, оно должно стать частью твоей, оно должно войти в тебя. Другими словами, ты должен начать видеть Бог. Бог должен войти в тебя и начать строить. Мы уже говорили, образ. Помните, я говорил вам вчера, я вышел за кафедру огроменной церкви и я впитал образ. Он отпечатался на мне. Клык! Он отпечатался. И теперь я хожу. Я еще не там, но вне времени я уже в моем призвании. Ты слышишь меня? Я уже вижу себя на стадионах, я уже вижу свое влияние на массу людей. Не потому, что я это себе придумал, а потому, что это образ его для меня. И я начинаю питаться этим образом думать, размышлять, молиться, представлять, мечтать до тех пор, пока внутренний образ становится больше, чем образ вот этот. и тот образ невидимый ровно как он поражает тебя, он начинает вытягивать тебя, если он питается от Бога. Кто-то понял сейчас, что я тут с автомата настрелял? Не понял? Прослушаешь диск, хорошо. Обычно эти проповеди нужно несколько раз слушать. Гарантирую. Кто-то понимает вообще, о чем я говорю? Понимает, да? Наверное, тихо, потому что слушаем внимательно, да? Объясняю. Моя проблема, твоя проблема, проблема человека, скажем так, не в том, что он плохой, а в том, что его сознание не пленено Христом. Оно пленено грехом, потому что я распоясал мое сознание. Я дал моему сознанию представить, что я сейчас сплю с вот этой девушкой, что я сейчас ласкаю вот ту, сейчас у меня оргия там, здесь у меня бутылка здесь, извините за графику, но это наши мозги и это наша реальность. И кто-то об этом должен начать говорить церковь. Все остальные, пусть представители прячутся религиозно за свои кафедры. Я буду говорить правду. У кого-то, у кого-то жажда денег, он видит только деньги, у него только пойметь того, кинуть того, продать какое-то дерьмо тому. И это твой образ. Можешь себе представить, снаружи ты нормальный, здравствуйте, как вас зовут? А внутри там монстр говорит, быстрее кидай его, у нас еще три очереди. Быстрее продавай ему эту машину, которая была скручена с трех, а по документам новенькая. Быстрее. Дорогие мои, если вы понимали, что значит, перестаньте работать над вот этим. Перестань. Это не имеет значения вообще. Это последствия того, что не видно. Когда я начал строить и начал работать над мной внутренним, я начал качать свои духовные мышцы там, я начал впитывать Бога, образ Его для меня, я был шокирован, куда меня, я сам внутренний начал вытаскивать себя. оно начало буквально тащить меня. Передо мной начали открываться двери, откровения начали входить в меня. Почему? Потому что я уже этим живу в моем внутреннем мире. Ты здесь? потому что кто-то сейчас мечтает о злее, а кто-то внутри из вас мечтает о добре, о славе, о силе и туда двигается. Другими словами, ты настраиваешь внутренний навигатор туда, куда ты хочешь, чтобы тело пришло. Знаете ли вы, что когда ты забиваешь адрес в своем навигационной системе в машине, например, ты знаешь, что навигатор живет вне времени, навигатор уже в том адресе. Нет, не поняли, поняли, не поняли? Навигатор уже тебе показывает вот, вот, вот этот адрес. Ты смотришь вокруг, говоришь, нет адреса, а навигатор говорит, вот он. И мне нужно теперь двигаться по навигатору. Другими словами, я, вот эта моя машина немножко приопаздывает, но здесь должен быть забит правильный адрес, здесь должен быть отпечатан его адрес, ты здесь? Если у тебя не будет здесь отпечатан его адрес, прохожу тебя разочаровать, будет забит его адрес. И честно тебе сказать, в тот адрес ты идти не хочешь. Ты берешь что-то для себя? О, сегодня хорошо, урок хороший, мне нравится сегодняшний класс. Смотри. О, я это долго изучал, сколько было ошибок. Я давал своим мыслям распуститься и потом думал, боже мой, и потом начинал возвращаться назад, контролировать себя, начал видеть. Вы знаете, я допускал вещи, которые просто, чтобы понять, кто я, и просил Духа Святого объяснить мне это, чтобы сейчас тебе это просто все подарить бесплатно. Смотри. Тебе не нужно изменить не то, что ты делаешь, потому что то, что ты делаешь, это уже ты уже опоздал. Тебе нужно изменить то, кем ты являешься внутри своего сознания. Проблема многих христиан в том, что все, что они сейчас вот видят, это все, что они идут. Они живут, это у них лотерея. Они просыпаются и авось сегодня будет лучше, чем вчера. Не будет. Я тебе еще раз говорю. Знаешь, почему я знаю, что не будет? Потому что в твоем адресе, в твоем навигации вот здесь нет адреса. Там нет ничего. И худше всего там отвратительный адрес. Там ты, 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 иногда заглянешь в этот адрес господи, сохрани. Но ты туда приедешь, потому что ты дал мыслям ехать, ты дал этому движению тебя направить. Ты просто идешь, ты говоришь, Бог, я не хочу грешить. Бог говорит, сынок, вот почему Библия говорит, Иисус говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже спрелюбодействовал с ней в сердце своем. Объясните мне, как можно не совершить акт прелюбодеяния уже прелюбодействовал. Потому что у Бога все решается намного раньше, чем ты думаешь. У Бога куда пришло твое сознание, это там ты. Твое тело может быть не там, но в сознании ты уже все сделал. Ты здесь? Некоторые скажут, не, не аминь. Не аминь. Но это не я, это твоя Библия говорит об этом. Смотри. Секрет, который я вычислил для себя, и когда я начал это применять, я был шокирован, куда я начал двигаться, как быстро я начал прогрессировать, какими людьми Бог начал меня окружать, какие помазанники вокруг меня начали подниматься, какие люди начали вокруг меня, пророки с мировыми именами, звонят мне, мои друзья, люди, которые пытаются приехать в церковь, и я не шучу, это настоящая жизнь. Дорогие мои, навигатор начал вести меня, я говорю, воу-воу-воу-воу-воу, что это, что это, что это, и люди говорят, расскажи секрет, вот, я тебе рассказываю сейчас секрет. Ты сидишь внутри своего сознания, да ну, кто я? Да ну, куда мне? Глянь на себя в зеркало, ой, Господи, не смотри. Вот это адрес нашего подсознания. И коммунизм, и религия, они вместе позаботились, чтобы изуродовать твой образ внутри, и тем самым позаботиться, чтобы ты никогда не пришел в что-то великое, потому что здесь и здесь нет величия. Меня никто зовут никак, идем никуда, надеемся на Господа. У тебя сейчас немножко перестраиваются некоторые вот тут здесь вот, вот такие вот, знаете, штыкира там соединяться сейчас должны. И ты такой, ага, сатана, теперь я знаю, где ты меня кинул, тварь. Я же должен помышлять о горнем, синод говорит. Нормальный перевод помышлять о великом, о славном, о сверхъестественном. И я туда приеду обязательно туда, куда приехало твое сознание, чуть-чуть попозже приедет твое тело. А это запомни. Еще раз повторю, туда, куда приехало твое сознание, чуть-чуть попозже приедет твоя жизнь и тело и все. Хочешь изменить все вокруг тебя? Измени это вот здесь. Ты даже не представляешь, как это легко, если ты научился рулевать сознанием. Каждый из вас прямо сейчас может какую-то мысль пустить, а какой-то сказать стоп. Все со мной согласны? Все. Даже тот, который себя плохо сейчас чувствует, тебе дано право рулевать сознанием. Я умоляю тебя, сядь с Духом Святым и выучи правила дорожного движения сознания. Сдай на права и катайся как профессионал по жизни. Сдай, слава Богу, это было классно. Сделай мне, пастырь, передачу. Я тебе сейчас передачу в мозг делаю. Это самая лучшая передача. Я сейчас могу тебя намазать маслом, покатать тебя по полу, посидеть на тебе. Ничего не изменится. Тебе просто станет хорошо, а завтра тебе станет плохо. Почему? Потому что вот здесь ничего не изменилось. Вот здесь ничего не переменилось. Я сейчас без возложения рук исцеляю твое сознание и выйдя отсюда ты скажешь я не нищий, я не бедный, я не больной, я сын царя и начинай пробивать эту картину в своей голове до тех пор пока все вокруг и все вокруг подчинятся этой картине твоего сознания. поверь мне некоторые еще ты себе возомнил я говорю если я расскажу ты возгордишься это уже мое дело что я себе возомнил мое дело с моим богом написано его мысли не такие какие ваши то что он думает о вас мы даже не представляем он думает о тебе величие пришел знаете блудный сын а он говорит сын иди сюда я не дам тебе опуститься на этот уровень вы знаете что Бог показывает что мне не важно что ты там придумал я тебя одеваю обуваю ты мой сын ты моя дочь я не дам тебе и здесь старший сын с мышлением вообще я работал на тебя папа поворачивается и говорит ты на меня работал так тебе не надо было работать представляешь он старшему сыну говорит все мое тебе не надо работать что ты с рабами тусуешься а у него вот здесь нужно было отпахать на батю чтобы завоевать доверие бати тот два раза все проел потому что у того с мышлением проблем не было он так пришел говорит па я пошел папа говорит куда еще не решил ну хочу попробовать а этот старший пашет овец кирпичи ложит распахивает на валах землю и ждет от бати похвалу а похвалы нет потому что ты это не должен делать ты сын ты не раб ты рожден свыше ты омыт кровью ты сын ты должен вообще ходить с папой и управлять вместе с ним так па что сегодня делаем сегодня гуляемся ты сын царя ты дочь царя очнись кто нас опустил до плинтуса и мы с вами сатану почитаем больше чем великого бога я не почитаю вот тогда посмотри на свою жизнь и докажи мне кто твой царь а вот здесь уже плоды говорят сернее чем твое балабол мой бог царь ну и что что я в дыре я ее ковролином обобью мою дыру вот навигатор перестань бегать за людьми брось курить брось пить брось будить брось воровать брось ничего они бросит научи его здесь перестроиться научи его вот здесь думать о себе как о сыне царя научи его здесь достигнуть бога научи его представить себя в величии и это впоследствии догонит смотри Моя реальность Некоторые люди говорят О, Андрей там приехал Вот эта реальность, которую ты говоришь Я приехал Я уже здесь был лет так 10 назад Нет, ты не понял Я здесь был Я не говорю сейчас о какой-то мистике Что я был в Кельне Летал как дух здесь Может для кого-то это было круто слышать Но это не так Я здесь был В глубине моего сознания Я здесь был Иначе сейчас в реальности Я бы здесь не был Моя реальность Доказывает то Где я был вчера В моем подсознании Твоя реальность Слушай меня внимательно Доказывает, всего лишь доказывает Где было Твое сознание Вчера Скажи мне твою реальность И я тебе скажу Вчерашние мысли твои Не так ли? О, Эмэн Эмэн Секрет заключается в том Вот он секрет Вот он секрет Скажи секрет 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 Тайна, тайна, тайна В голову наворачиваются интересные вещи Но я не буду вспоминать Тайна Заключается в том Чтобы ты увидел себя Именно тем Кем видит тебя Бог И поверь мне Он не видит тебя Бедным Больным Нищим О, ты только скажи Папа Просто выйди Когда-нибудь на лужайку Ляг на травку И скажи Лесом все Сегодня Я смотрю Мультики неба Если б ты знал Я этим занимаюсь постоянно Жена иногда говорит Когда приедешь Я говорю Не сейчас Она знает Что я делаю Я смотрю мультики И папа показывает Просторы Он показывает Реформацию Он показывает Измененные Тысячи жизней Он показывает Откровения Которых еще не было На земле И я питаюсь Давай Папулечка Давай И потом Приезжаю домой Беру ручку Беру свой Беру свою тетрадь Что угодно И понеслась Родимая В реальность Из Моего сознания С отцом Дай ему Пропечатать Картину Тебя Внутри Твоего сознания Тебе не надо Религия Знаете что сделала Религия говорит Тебе нужно Интимное время Что значит В религии Интимное время Интимное время Это ты Это ты в шоке Потный Уставший После работы Твоя совесть Которая вообще Даже еще не в теме Она говорит Ты не молился И ты такой Там знаешь Спички В глаза вставляешь У тебя там вообще Падаешь на колени И говоришь Господи Прости Первые 10 минут Это покаяние За весь кошмар Который сегодня был В твоей жизни Вторые 5 минут Следующие 10 минут Это просто Господи Дай мне денег Чтобы выжить Остальные 10 Ты уже не помнишь Потому что ты Вот это религия Называет Интимное отношение С Богом Ну кто-то Со мной согласится Или один честный Родился Эймен Церковь Эймен И я устал От этого маразма Религиозного И Бог мне говорит Сынок В следующий раз Когда ко мне придешь Заткнись Я такой А что папа Говорит Потому что все Что ты говоришь Это еще хуже Это вообще Капа И он говорит Пожалуйста Молчи А вы знаете А внутри Совесть Не дает молчать Религиозная Совесть Она натренирована Просить Каяться Вымаливать И ходатайствовать Он говорит Сын Я все могу Без тебя Тебе кажется Что вот сейчас Вот ты 5 минут Здесь полу в дреме Что-то попросишь И я тут О-о-о Заработало небо Бог говорит Закрой свой рот Ляг И дай мне Показать тебе Что я думаю О тебе И когда я начал Вот так Проводить интимные отношения У-у-у У-у-у Я встаю Вот это была молитва И я Богу за час Ни слова не сказал Я просто пережил Его любовь Его страсть Его отношение ко мне Его планы на мою жизнь Мне не надо ничего говорить У меня нечего ему сказать Кроме Я люблю тебя У-у-у Я в шоке У-у-у Я люблю тебя У-у-у Я еще в шоке Ты здесь? Я умоляю тебя Перерисуй картину вообще Того что называется христианство Нас с вами кинули В сектах Ты сегодня сколько Библию читал И твоя совесть такая Тварь И твоя совесть Она обычно работает Знаете Она против тебя всегда идет Она предательница Вообще такая Я не понял Что это Что это Моя совесть На меня гонит Нет Ну Прикинь Я ее кормлю Я ее пою Я ей кайф делаю Музыку слушаю Которую совесть нравится А она меня кидает Я потом сказал Стоп-стоп-стоп-стоп Моя совесть по-моему Осквернена плоти Ее надо заткнуть Я заткнул Мою совесть Я начал слушать Дух Я был шокирован Что я начал Вынимать оттуда Бог начал Перерисовывать Мое сознание Я начал Я начал Удивляться Величию Бога Я начал Просто переноситься По просторам Его славы Я начал Видеть Вещи Небеса Ангелов Чудеса Знамения И потом Я открываю Глаза Через несколько лет И вот он я Посреди Этих событий Брат Как ты до этого Дошел Можешь рассказать Рассказывай Это мое Интервью Кстати Если кто Хочет взять Это я Сейчас интервью Даю А может Дать интервью Не дам Что жадный Жадный Что же я хочу сказать Слушай проповедь Я там все уже сказал Итак Ты должен увидеть себя тем Кем видит тебя Бог Сейчас я немножко Перерисовал В твоем сознании Молитву Пожалуйста Запомни Молитва Это не говорить Повтори за мной Молитва Это слушать Внимательно Слушать Посмотреть Внутри себя Посмотреть Что должно быть Исправлено Посмотреть Что мешает Посмотреть Что должно быть Подчинено Пленено В послушание Христу Посмотреть Какая мысль Распоясалась Поймать И свернуть Ей башку Ты слышишь меня Потому что Иногда там бегают Эти свободные Радикалы И поначалу Они будут Удивляться Они говорят Не понял А что ты На нас гонишь Мы тебе Вчера Столько кайфа В голове делали Ну не так ли Прикинь Мысля Побежала 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 И ты такой Хорошая мысля А теперь Ты ее Раз и выловил Она такая Че Я ж туда Куда и вчера А ты такой Стоп 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 А как раз Мы туда Больше не ездим А что со мной Будет Ну капец Я тебя Подчиняю В послушании Христу На тебе Ты здесь Не надо Разрешать Вот этому Ездить Всему Доездился Доосквернялся Из дома Вышел Отступником Зашел Рожденный Свыше Вышел Отступник Просто Побегали Мысли Итак Твоя и моя Сегодняшняя Реальность Это прошлое Твоего Сознания И моего Сознания Бог не может Двинуться Дальше Чем Твое Сознание Слушай Меня Внимательно Здесь Секрет Бог Бог Не может Двинуться Дальше Чем Твое Сознание Вот Ровно Столько Сколько Вот Здесь Вот Так Бог В этих Стенах И стоит Ровно Столько Сколько Ты ему Позволяешь В своем Сознании Быть Бог Орет Внутри Говорит Сын Выпусти Меня Подчини Весь Дом Мне Подчини То Что Никто Не Видит Мне Я Пройдусь По Всем Комнатам Я Наведу Порядок Да Тебе Будет Больно Неприятно Некрасиво Но Я Зайду И Мы Вместе Наведем Порядок В твоем Сознании Сознание Должно Быть Подчинено Христу Итак Бог Не Двинется Дальше Я тебе скажу Вот эта фраза Мне досталась Бог знает Года два Вот эта фраза Мне досталась Я Бился Я говорил Бог Ну Почему Ты Не Можешь Двинуться В моей Жизни Он говорит Потому что Я не могу Двинуться Внутри Тебя И Как только Я ему Разрешил Сделать Вот этот Шаг Я Смотрю Он Сделал Этот Шаг Здесь Потом Я Вернулся Назад Я ему Внутри Разрешаю Сделать Еще Больший Шаг Смотрю Раз И оно Все Вокруг Меня Потом Я Говорю Стоп И Я Внутри Себя Говорю Моими Друзьями Будут Самые Мощные Лидеры Сегодняшнего Движения Вообще Везде Я Просто Это был Просто Прикол Это даже Не было Какая-то Мечта Я Просто Говорю А Приколимся И Я Говорю Моими Друзьями Будут Чемпионы Христианского Мира На сегодняшний День Бабах Я Сижу За столом С Реком Джойнер Бабах Бабиканер Один из самых Извежнейших Людей Звонит Мне на телефон Узнает Как мое Здоровье Я Не Шучу Джеймс Малони Люди Которые Просто Пророк Если Б Вы Знали Я Понимаю Мы Знаем С Вами Никого Когда Мы Пойдем Туда Ребята Эти Люди Они Они Двигаются В Глобале Они Во всех Странах Они Двигают Континентами Это Люди На которых Авторитет И Власть Я Просматрив Недавно Свой Телефон Говорю Что бы еще Придумать Дорогие Вы знаете Что все это Абсолютно Доступно Просто Оно Должно Стать Доступно Вот Здесь Мы Себе Даже Не Допускаем Мысли Успеха Мы Не Допускаем Даже Мысли Процветать Мы Не Допускаем Мысли Движения Бога Мы Не Допускаем Что Великие Люди Могут Быть Рядом С Нами А Ты Допускай А ты Мечтай А ты Представляй А ты Думай О нем А ты Ищи Его И ты Будешь Шокирован Что Начнет Происходить В твоей Жизни Ты Скажешь Кто Я А я Хочу Задать Тебе Вопрос А я Кто Пацан Из Запорожья Воспитанной Мамой Который Кинул Папа В 6 Лет У Которого Не было Ни будущего Ни блата Ничего Восемь Классов По Блату Я Никто Я Еще Никте Многих Вас Но Моя Никтошность Здесь Ничего Не имеет Общего С Моей Ктошностью Вот Здесь И Вот Это Дорогие Мои Должно Сейчас Тебя Волновать Некоторые Люди Заканчивают Десятилетние Семинарии Чтобы Поменять Образ Внутри Своего Сознания Слушай Внимательно Ты Сейчас Что-то Поймаешь Слушай Внимательно Знаете Почему Люди Люди По пол Жизни Тратят На Колледжи Школы Все Все эти Я так скажу Дипломы Ты думаешь Им диплом Нуда Им нужно Себя Научиться Любить И уважать Он Когда Видит Этот Диплом Он говорит Да Достиг Чего-то Ты знаешь Что ты Без этого Можешь Обойти Все это И за Неделю Войти В образ Тот За который Он Плотит 30 лет О Ты даже Не представляешь Что я Только что Тебе Подарил Люди Они Тратят Жизни До того До чего Ты с Богом Можешь Зайти Дойти За месяц О Я надеюсь Ты что-то Берешь Сегодня Я надеюсь Что Я не просто Так здесь Провожу Время Я надеюсь Что после Этого Служения Ты не будешь Бегать за людьми Ты скажешь Знаешь Что Они За мной Бегать будут И перестань Говорить Тебе Это гордость Вот как раз Гордость Тебе и будет Говорить Что это гордость Отгони ее И скажи Я не понял А как себя Вообще Должен вести Сын царя Бег Сын царя Должен вести Себя иногда Даже немножко На голову Не ну Реально Кто-то наехал На него Ты вообще знаешь С кем ты Ты представляешь С кем ты А кто ты Я говорю Если я тебе скажу Тебе будет хуже Хорошо Брат Дорогие мои Пожалуйста Уважай Себя Кто мне напомнит Самые главные Две заповеди Возлюби Возлюби Господа Бога Твоего Всем сердцем Разуме И крепостью И вторая Подобная ей А-а-а-а-а-а Возлюби Ближнего А-а-а-а-а Как Что-что-что-что опаньки, приехали. Ты всю эту жизнь знал, просто ты не мог соединить два этих полюса. Возлюбить ближнего, как самого себя. Так я буду тебя любить вообще ужас как. Я с каждым днем буду любить тебя еще больше и больше, потому что я буду себя любить. Ты здесь? Это заповедь, это не харизматическая хлопушка. Это не какой-то лозунг. Было хорошо, братья, пока исповедовали. Это не харизматический лозунг на три секунды. Слушай внимательно, это заповедь. Возлюбить себя. Возлюбить ближнего, как себя. Поэтому ты отрываешься на все. Себя не любишь. Сначала не любят ближнего, а потом себя. Сначала любят себя, а потом любовь выливается на ближнего. Ну не так ли? Иначе что вылится? То, что и вчера. Что ты здесь запарковался? Да благословить тебя Бог. Слава Богу, брат. Там любовь брызнула. Стекло протереть надо было. И так. Улыбаешься, да? Жизнь такая. Смотри. Сколько у нас? А сидим до упора, аллилуйя. Нам так хорошо здесь. Слава Богу. Мы вне времени. И так. Доказываю, что Бог не может двинуться дальше, чем твое сознание. Опять буду брать все из Библии, чтобы для наших братьев все было доказано. Они все равно не поверят, но все равно, чтобы было доказано. Итак, 4 царство, 13 глава, 14 стих. Мы знаем эту историю. Я ее читал миллион раз и телега. Я уверен, что мы читали ее всю. Я так скажу, в разных переводах. Я напомню ее. Но мы сейчас зайдем в эту историю с другой стороны. Помните, когда заболел Елисей смертельной болезнью? Помните? И к нему пришел кто? Иоаз, царь Израиля. Помните эту историю, да? И вот приехал к нему Иоаз, и у них начался разговор. Помните, какая там страшная несостыковка получилась? Помните, да? Елисей, Иоаз и предназначение Бога для Иоаза и Израиля. Помните, да? Пророчество. Читаем. 4 царство, 13 глава, 14 стих. Елисей был смертельно болен, Иоаз, царь Израиля, пришел навестить его и плакал над ним. Отец мой, отец мой, колесница и конница Израиля, восклицал он. Елисей сказал, достань лук и стрелы. Слушай внимательно. Каждое слово, потому что то, что я сейчас говорю, это железно отображает то, что я сейчас говорил перед этим. Я просто подтверждаю это. Слушай очень внимательно. Возьми лук в руки, сказал он царю Израиля. Когда тот взял лук, Елисей положил свои руки на руки царя. Другими словами, они вдвоем были в одной и той же позе. Просто царь держал лук и стрелу, а пророк держал его за руки. Смотри. Открой восточное окно, сказал он. И тот открыл его. Стреляй, сказал Елисей. И он выстрелил. Господня стрела победы. Стрела победы над Арамом, сказал Елисей. Ты будешь, смотри какое мощное пророчество. Ты будешь бить армейцев при городе Афеке, пока не разобьешь их. Классное пророчество. Идеальное. Другими словами, лучше не придумаешь. Он говорит, ты разобьешь их полностью. Смотри дальше. Затем он сказал, возьми стрелы. Опять возьми стрелы. И царь взял их. Елисей сказал ему, бей ими по земле. Он ударил три раза и остановился. Божий человек разгневался на него и сказал. Ты должен был бы ударить по земле пять или шесть раз. Тогда бы ты побил Арама полностью. А теперь ты разобьешь его только три раза. Ты никогда не пойдешь дальше своего образа. В твою жизнь может быть самое мощное пророчество. Но если это пророчество не здесь, ты побьешь Арама три раза. Скажите мне, как слово Бога, которое все говорят, сбудется, что Бог сказал, не сбылось. Потому что Бог не может сделать то, во что ты не веришь, что ты не видишь и в образе чего ты не ходишь. Ты со мной? Это доказательство. Все, что я сейчас говорю. Потому что он ему говорит, бей. Ему нужно было бить и бить и бить. Почему? Потому что знаешь, что хотел увидеть Бог? Бог хотел увидеть, кто он внутри. Бог хотел увидеть, кто Иоас в сердце. Бог хотел увидеть его образ. Он хотел, чтобы через этого представителя начал двигаться настоящий Иоас. И начал бить и бить и бить. А он такой, раз, два, хватит? Три? Хватит? Ага. И пророк говорит. Ты не достоин мечты Бога. Потому что внутри ты жалкая цепля, которая не способна. И Бог ему знает что? Я даже уверен, что он эти три победы ему просто так подарил. Говорит, знаешь что? То, что я сказал, то три забирай. И знаете, что по истории он не победил. И по истории чуть дальше враг захватил впоследствии и даже грабили Израиля много лет. Только по одной причине, потому что кто-то из царей Бога, поставленных Богом, призванных Богом, имеющих пророчество от Бога, не захотели иметь образ внутри себя. И проиграли. Духовное питание. Итак, я так скажу, кто смотрел мою одну из прошедших тем, я немножко упоминал этот момент. Сейчас я упомяну его опять, если кто не слышал. Некоторые люди говорят, как двигаться. Я говорю, я так скажу, что Бог меня научил питаться от моего духовного образа. Другими словами, знаете, как чемпионы не сдаются и продолжают наращивать мышцы? Они продолжают видеть себя с огромным телом. Они продолжают видеть, что они толкают мощный вес. Девушки продолжают бегать, прыгать, носиться, потому что они продолжают видеть меньше вес на весах. Ты подвергаешь свое тело, потому что у тебя в сознании ты уже худее. Парень уже сильнее. Ты видишь что-то, чего сейчас не видно. И вот это есть секрет. Духовное питание от своего образа. Это делают даже неверующие люди, которые Бога не знают. Дорогие мои, если мы умеем нашими образами себя разрушать, послушайте меня, моя семья. Давайте научимся Божьими образами себя питать. Давайте научимся Божьими образами себя питать. Вы знаете, я никого не пускаю в мои образы. Я не даю никакому брату зайти в мой дом и рассказать мне, что он обо мне думает. Я говорю так, стоп. Я знаю, кто я. Ты знаешь, ты очень гордо говоришь, говори обо мне, что хочешь, но твои лапы не будут топтаться в моем доме. Ты здесь? Я очень груб с теми, кто лезет немытыми руками в мою душу. Кто лезет со своими претензиями, даже не зная меня, не видев моих слез, моего пота, моей крови, не видев моих сражений, лезет и исправляет меня. Вон. Сюда может иметь доступ только мой царь, с которым мы вместе плакали. Я могу покасаться грубым. И, наверное, так оно и есть. Потому что есть линии, через которые ни одна плоть и кровь не переступает. Моя жена не имеет права переступать через некоторые линии. Не имеет права. Никто в жизни не имеет права переступать некоторые линии. И некоторые, поверьте, проверили это на опыте. Хе-хе-хе. Они туда больше не ходят. Я умоляю тебя, начни защищать свои образы, которые Бог тебе подарил. Начни сражаться за них, как будто ты уже там. Начни биться за воздух, как будто это уже захваченная территория. Начни мечтать о том, о чем еще никто не мечтает. И в процессе они будут продолжать быть никем. А ты будешь там, где была твоя мечта. Ты будешь намного дальше. Потому что ты сейчас начинаешь видеть что-то, что никто вокруг тебя не видит. И поэтому я завтра буду там, где никто не бывает. Поэтому я эту тему оставил на самый конец. Потому что для меня это самый важный аспект в этой серии тем. Много лет назад Бог научил меня заглядывать в мой образ. Это точно как штангист заглядывает в свой образ. Это точно как кто хочет похудеть, заглядывает в свой образ. Я видел девушки, которые специально идут и покупают платья на пять размеров меньше. Не потому, что она дурочка, а потому, что у нее вера. Что она точно... И она даже вкладывает деньги туда. Она меняет образ свой. Потому что внутри она уже ходит в этом платье. Ты здесь? Так вот это мы, дорогие. Внутри ты уже должен готовить все, куда ведет и влечет тебя дух. Ты уже должен готовить. Так, будет вот это. Вот здесь, это будет стоять вот здесь. Это все вот здесь должно происходить. Ты должен уже думать, что ты будешь делать с тысячей людьми, которые начнут приходить к Богу через твои проповеди. Ха-ха-ха. Так я же... Да, да, да. Ты же туда идешь? Вот так уже и придумать план. А, да, да, да. Если ты призванный бизнесмен, начинай в голове расширяться. Начинай ходить, заглядывать на мощное, огромное здание. Что ты тут делаешь? А ты что со мной так разговариваешь? И я скоро это здание куплю. Ой, сэр, извините. Ты понимаешь, что такое мышление величия? Ты понимаешь, что такое дух сына царя? Это земля, она должна принадлежать тебе. Ты знаешь, что в бытие написано, что мы созданы доминировать и управлять. Это наша функция. Наша функция. Мы рождены, да владычествуют над всем. При этом познакомиться, царь. Просто царь. Ну, глянь на него, глянь на меня. Потому что я скоро буду там, где твоя мысля даже не бегала туда. Я умоляю тебя, начни ходить туда мышлением. И твое тело будет там очень скоро. Другими словами, если я не могу получить поддержку в этом времени от этих людей, кто меня не понимает, не поддерживает, я иду в образ, который показал мне Бог. И я получаю поддержку от этого образа. Я благодарю Бога. Я уже благодарю Его за нацию, которая познала моего Бога. Я не говорю Ему, Господи, может быть, когда-нибудь Твое величие смилуется надо мной, плохой. И я как-нибудь найду секунду Твоего времени. Ты же занятый Бог. Я благодарю Его за нацию, я благодарю Его за откровение, я благодарю Его за души, которые в Его царстве пришли. Я благодарю за тысячи демонов, которые выходят даже без возложения рук и без приказания слова. Они подчиняются авторитету. Дорогие мои, давайте научимся входить в образ Бога, который Он имеет для нас. И вы увидите, ты начнешь, у тебя будет сердце чемпиона. Людям будет приятно. Ты еще ничего не имеешь, а с тобой уже тусоваться круто. Ты сидишь уже нормально. Пьюшь чашку. Нормально, нормально. Я заплачу. Петь. Ты уже начинаешь действовать. Кто-нибудь может покрыть мою кофеушечку, пожалуйста. Когда покрыл, никому не говори, что это последние пять евро. Сделай так, как будто только сейчас все началось. Дорогой мой, пожалуйста, начни перерисовывать себя. Я не говорю сейчас о глупостях, делать какие-то тупости. Я говорю о том, что это должно впитаться в тебя. Кто бы ты ни был, доктор, инженер, бизнесмен, пастор, политик, куда бы Бог тебя не повел, начинай думать, начинай питаться и начинай уже ходить по территории, которую Бог в процессе даст тебе. Ходи по Кёльну, как хозяин. Так, что мы с этими ребятами будем делать? Хорошо, подумаем попозже, так, заметочку сделаем. Так, по этой улице, да-да-да. Кстати, вот здесь классно. Да-да, а вот эту улицу я немножко бы чуть-чуть, наверное, здесь надо промолить. Дорогие, я умоляю вас. Вы думаете, почему большие люди, большие люди? Потому что они были большими, когда все были маленькими. Он большой был здесь. И потом ты маленьким остался и начинаешь работать на большого. Подумай над этим. У него точно такие же мозги, какие у тебя. Просто он где-то мозгами был, где ты не был. Итак, наш дух не имеет ни начала, ни конца, а значит, находится вне времени. Другими словами, если я не могу получить поддержку в этом времени, то я через мой дух двигаюсь в будущее и получаю заряд энергии неба, получаю видение неба насчет меня. Это как Иисус. Вы знаете, что Иисус очень часто ходил на гору и получал от Бога миссии, заряд неба для следующего дня. Один раз он даже учеников своих взял, помните? Он взял и он прям в них такие, вау. Иисус, строим кущи. Иисус говорит, ребята, вы вообще не поняли. Я вам пришел показать, где я питаюсь. Я вам пришел показать, с кем я общаюсь. Я вам пришел показать, чтобы вы увидели, где я каждый день черпаю энергию для следующего дня. Вот почему демоны с криками вылетают. Я вам хочу просто показать, родные, где я бываю. И потом я вхожу назад в мою реальность и достигаю того, что я видел Отца, творящим вчера ночью на горе. То, что он мне показывал. О! Не все способны это принять. Но если ты тот человек и ты то поколение, о котором я говорю. О, дорогие мои, вас ждет великое будущее. Вас ждет нереальное будущее. Тебе даже не надо будет сражаться ни с кем. Все просто будет падать рядом. Одно из многих опытов и исследований ученых, которое доказывает, слушайте меня, очень внимательно. Те, кто слышал этот момент, который я говорил классно, те, кто не слышал, послушайте меня очень внимательно. Потому что то, что я сейчас скажу, это фундаментально даже для твоего физического тела. Одно из многих опытов и исследований ученых, я смотрел определенную передачу, которая меня просто вышибла, и я сидел с отвисшей челюстью. И я просто спрашивал Бога, это реальность, а оказывается это реальность, которая доказывает, что твое тело и твой мозг не различает, что такое реальность. Слушай меня очень внимательно сейчас. Твой мозг прямо сейчас, во время того, как я сейчас говорю, он не знает, что такое реальность. Я еще раз повторю, когда ты засыпаешь, даже до того, как ты проснешься, твой мозг думает, что сон – это реальность. Дорогие мои, послушайте меня, сон – это ладно. Ученые, неверующие, докопались до того, это все исследования есть на интернете, все это можно просмотреть, прочитать эти труды. Я сидел, читал, я сидел, мозг, я еще раз тебе говорю, то сейчас, куда я пойду, это очень важно. Мозг прямо сейчас не знает, что такое реальность. Для мозга сейчас твоего реальность – вот это. Не так ли? Когда ты заснул, для твоего мозга реальность – это сон, пока ты не проснешься. Когда человек попадает, когда человек, они говорят, когда они подключили мозг разных-разных людей, разных национальностей, даже которые не знакомы друг с другом, в разных кабинетах, иначе не исследовать одни и те же вещи. Они были шокированы, что мозг и тело реагируют во сне, в сновидениях, в реальности, в стрессовых ситуациях, которые ты вспомнил, точно так, как на реальности. Ты здесь? Что это значит? Это значит, что я говорю, мозг не знает реальность. Мозг принимает за реальность все то, что ты разрешаешь ему принять за реальность. Это значит, что когда я закрываю глаза и начинаю видеть образ того, что Бог показал мне, мой мозг и мое тело адаптируются под эту реальность, потому что он не знает, что такое реальность. Кто-то берет что-то для себя сейчас? Послушайте очень внимательно то, что я сейчас скажу. Итак, твое тело, твой мозг не различают, что такое реальность. То есть для твоего мозга и физиологии нет никакого различия между реальностью, сном, представлением в твоем сознании, воспоминанием. Ты слышишь меня? Воспоминание, оно в тебе может поднять те же чувства, тот же гнев, ту же радость, тот же шок, который был, когда это происходило. Твой мозг не знает. Вы знаете, опыты, это даже опыты проводили женщину, я смотрел это видео, я не верил своим глазам. Холодный утюг, выключенный. Мужик даже прикасался к нему, когда видео, и они ей говорят, это раскаленный утюг, прикасаются. И ровно по контуру утюга у нее надувается ожог от холодного утюга. Это не мистика, это не магия, это физиология человека. Ты здесь? Это говорит о том, дорогие мои, что когда я начинаю жить не этой реальностью, потому что для моего мозга это все игра, сон это то, вот то. Для мозга все одинаковое, все одним миром мазано. Но мы настолько с вами зацикливаемся на этом мире, что мы рабы этого мира. Но когда я пленяю все в послушании ему, принимаю его реальность как реальность, я перестраиваюсь, и мое тело подчиняется реальности, которую я разрешаю вложить Богу вот сюда. Ты со мной? Итак, я прошу тебя, поменяй реальность. Вот это? Забудь об этом мираже. Иисус ходил, и он ученикам говорил, да нет этого мира, я царь. Иисус говорит, это лучше, чтобы я ушел. Нет. Ученики настолько не понимали, что вот это и что вот он говорит, я вам пришлю Дух Святой. Вы будете шокированы, кто такой Дух Святой. Не уходи, Иисус. Потому что они были пойманы в эту реальность. Дорогие неверующие доктора доказали, что между воспоминанием, сновидением, шоковой терапией, каким-то реальным... Нет разницы. Все, твое тело реагирует. Точно так же идет выброс адреналина. Точно так же начинает биться сердце. А ты даже... Ты просто вспомнил, или тебе просто картину показали обрыва. И ты вспомнил обрыва, и твое тело моментально отреагировало. Ты даже не на обрыве, ты просто сидишь где-то в кинотеатре. И тебе создали иллюзию обрыва. И у тебя уже... Сердце бьется, пот течет, адреналин пульсирует. Да ты в кресле сидишь, расслабься. Ага. А здесь секрет. Дьявол научился этим манипулировать идеально. Он вставляет в твой разум, в твое сознание картины, которыми он уничтожает тебя. Вот почему рак, сердечные приступы. Потому что это все на нервной почве. Нервная почва на чем основывается? На информации и реальности, которую мы захотели впитать и согласиться с ней. Вот почему Бог говорит, перестань... Думайте обо мне, мечтайте обо мне, будьте со мной. И когда та реальность станет для тебя. Вот почему Енох растворился. Нет, ты со мной здесь? Ты здесь? Ты в этой реальности? Пожалуйста, побудь пока в этой реальности. Не уходи. Ты мне нужен здесь еще. Как только конференция закончится, можем нырять, куда Бог поведет. Библия говорит, и ходил Енох с Богом. И не стало его. Стерся. Это Библия. И вот здесь у религии будет кувырок тройной через голову. Нужно освящать. Он ходил с Богом и растворился. Это говорит о том, что с каждым днем реальность неба становилась больше, сильнее. Голос Бога громче. И он поменял реальность. Знаете, как мне Иисус показал, как будет Вознесение вообще проходить? Некоторые говорят, ты как ракета. Вознесение. Эта невеста настолько влюбилась в своего царя, что поменяла дом своего обитания. на дом своего возлюбленного. Она лететь никуда не будет. Невеста сделает вот так. Все. И она со своим царем. Она просто сделает маленький шаг. Раз. И станет все туманом. И Бог его царство станет на сто процентов реальностью. О, какой прекрасный будет день. Но пока мы с вами прибиты к этой земле. Вознесение. Вознесение тебе не видать. Ну, мы туда постепенно идем. Слава Иисусу. Я точно знаю, что до того, как я вошел в мое призвание, в этом времени, я уже давно в нем жил и двигался вне времени, через мой дух. Я прошу тебя, сделай это, научись, тренируй себя, сосредотачивайся, молись с Богом. Опять говорю, молиться это не говорить. Забудь. Когда Богу нужно будет узнать у тебя информацию, ему твой язык не надо. Я еще раз говорю. Богу твой язык не надо. Объясняю. Перед тем, как что-то сказать, ты должен сначала подумать, сложить мысль, подумать, надо ее говорить или нет, и потом сказать. Поэтому, когда Бог хочет с тобой поговорить, он перехватывает твои мысли раньше, чем они вылетели из твоего рта. Еще раз говорю. Богу говорить ничего не надо. Он все знает. Ты только утром встал, он говорит, все понятно, сынок. Говоришь, папа, я же ничего не сказал. А зачем мне? Я знаю, что в твоей голове плавает. Я знаю, что ты скомбинируешь через пару часов со своих мыслей. Смотри. Вот почему, когда человек начинает нервничать, входить в стресс, организм не выдерживает, и происходят нервные срывы, сердечные приступы, депрессии, иногда смерть на почве того, чего еще даже не материализировалось. То есть ты в своем сознании материализировал что-то, чего еще не было. Вот почему, сатане, очень важно выиграть битву в твоем сознании. Вы должны понять, это самая главная битва. Забудьте за все, забудьте за всех. Самая главная битва, это битва твоего и моего сознания на сегодняшний день. Его твое тело не интересует, оно все равно заедет туда, куда там, куда там, где твое мышление и сознание. Итак, дьяволу не надо было взять Еву, сорвать плод и пихать. На, жди, 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 я сказал. Дьявол, некоторые говорят, бес попутал. Никого бес не путал. Ты сам беса попутал. Бес попутался. Все, что дьявол делает, он выигрывает битву в сознании и потом отходит. И ты хочу. Все хочу. Сейчас хочу. Все. Ты проиграл здесь и сто процентов проиграл здесь. Поэтому самая главная битва, это битва в твоем сознании. Прямо сейчас, на данный момент. Ты всегда будешь двигаться туда, в то, что ты видишь в своем сознании. Если ты страдаешь какими-то зависимостями, алкогольная, порнографическая, какая-то там зависимость от лжи, от воровства, от преступлений, от любых вещей, да что угодно. Мир этот полон мусора. Это зависимость не в теле. Это зависимость в сознании. Ты себя не представляешь без этого вот здесь. Вы никогда не задумывались над тем, что вообще такое пророчество. Люди иногда не понимают, что такое пророчество. Знаете, я уже говорил, я еще раз скажу, что такое пророчество. Пророчество, некоторые люди говорят, вот пришел Бог и сказал мне. «Пророчество – это всего лишь вариант Бога для твоей жизни и то негарантируемый. В это еще нужно войти, довериться и совершить». Пророчество – не о чем. Оно всего лишь говорит, что Бог планирует, образ, куда Он тебя ведет. Ты запросто можешь в Него не попасть или попасть в Него наполовину, как Иоас попал, или вообще сказать, это вообще не мое. Поэтому я умоляю вас, когда вы видите пророчество, сновидение, какой-то уникальный акт духовный, пророческий в вашей жизни, не надо на это бросаться. Нужно все это брать на заметочку и рисовать образ, который Бог имеет для тебя. Подошел один человек, поэтому я говорю, дорогие мои, пожалуйста, делитесь друг с другом, когда Бог открывает вам что-то насчет друг друга, не стесняйтесь, я умоляю вас. Когда закончится вот это все, те, кто смотрят нас там, там масса людей еще все это будут смотреть, повторяю. Дорогие, пожалуйста, потому что очень часто Бог открывает твоей сестре, твоему брату рядом, но из-за его малодушия ему стыдно рассказать тебе. Дорогие, давайте делиться друг с другом, давайте рассказывать, давайте двигаться в пророческом движении, потому что Бог намного серьезнее с нами говорит, чем мы с вами задумываемся. Многие заблуждаются, думая, что после пророчества тебе нужно действовать. Нет, 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 нет. Тебе сначала нужно стать или преобразиться в то, о чем пророчество говорит. И ты, хочешь или нет, ты войдешь в это пророчество. Если ты впрыгнешь в него, но это пророчество не в образе, ты в него впрыгнешь и с ужасом выпрыгнешь. Ты здесь? Ты из лесу вышел и сразу зашел. Ты такой, Почему? Потому что тебя шокировало не вот физически, тебя шокировало вот здесь. Ты не смог соединить то, что ты вошел с тем, кто ты вот здесь. Мы помним с вами Иосиф. Вот твой сноб, вот 11 снобов вокруг тебя. И самое интересное, что Иосиф не сказал, что я один из 11. Он сказал, я по центру стою. У него достаточно было святой наглости объяснить всем, кто был каким снобом. Он говорит, ребята, идите сюда, у меня есть для вас откровение от Бога. Вы скоро мне поклоняться будете. Представляете, как это раздражало братьев старших? Он говорит, ты? Че? Потом они там улеглись. Забыли. Потом он прибегает опять и говорит, ребят, ребят, еще одна серия была. Еще круче. Теперь тут уже и Луна, и Солнце. И самое интересное, что все в сновидении знают, кто они. Никто никому не объяснял, так, а кто же Луна? Кто Луна? Кто Луна? Луна, Луна. А кто Солнце? Нормально. Папа с мамой пришли, братья сели. И папа даже удивился, он говорит, ну, Солнце – это я, Луна – это мама. Папа все определил. В славянской семье, я бы еще поспорил, кто есть кто. Она сказала, знаешь что, ты Луна. И он встал, и он говорит, ребят, еще одна серия. Луна и Солнце преклонились, и 11 звезд. Пум. Тут уже батя закатил рукава, говорит, ты че вообще? Ладно, там ребята там кланяются, но ты че на батю наезжаешь вообще? Это значит, я и твоя мать преклонимся перед тобой. И Иосиф говорит, не знаю. По крайней мере, Бог мне так сказал. Вы знаете, мне нравится Иосиф. Он не говорил, я не знаю, я в смирении сердца моего, моего, видел этот сон от Господа. И может быть, я его неправильно истолковал, братья и сестры. Он не опускался на эту роль, он точно знал, кто он. Поэтому и цена была веселая. Его сразу вырыли для него яму. Он сразу начал двигаться к своему призванию. Иосиф стоит такой, Бог, этого во сне не было. Вы знаете, мне нравится Бог. Знаете чем? Он умеет нам показывать хорошие фрагменты, а плохие не показывает. И за это я его так люблю. Потому что нам покажи плохой. Ты скажешь, Бог, вот тут я и вся моя семья, и никуда мы не пойдем, и вообще-то я уж не так уж плохо и живу, вообще-то, аллилуйя. Гля, в Германии, аллилуйя. Нет, Бог умеет показать землю, где течет молоко и мед. Показать тебе просторы. Прикидываешь, дома, которые ты не строил. И ты такой, вижу, 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 вижу молоко. Вот оно уже. Мед, мед, мед. Я его уже трогаю. Вот он, мой дом, мой дом. Прикидываешь, я его не строил. И Бог продолжает, говорит, и вы будете кушать с деревьев, которые не сажали. И знаешь, евреи такие вот эти. Бог знает, как брать евреев, как брать нас с вами. И знает, как язычников брать тоже. Вы знаете, им не нравится Бог. И когда ты везде читаешь, вот как-то вот хорошие части везде. И они такие летят. Они такие. Мужики! А что вы тут делаете? Бог сказал, это наша хата. Это мое молоко. А эти гиганты смотрят и говорят, что? Мы такого приказания не получали. Выходить из наших многоэтажек. И евреи, знаете, они какие-то говорят, папа нас кинул. Мы посоветуемся, мы сейчас придем. И они возвращаются, они такие. Слушай, пару вещей совпадает. Там точно течет молоко и мед. Здесь точно Бог прав. Но вы знаете, Бог никого не обманывал. Он просто пару незначительных деталей не договорил. Ну, зачем тебе все подробности? Ты же спать плохо будешь. А так, прикинь, 40 дней шел с улыбкой. Ни стресса, ни адреналина. Уже один глаз аж подмигивал. Ты уже думал, а какой дом будет у меня? А какой дом будет у тебя? Ой, как сколько молока. А куда мы будем все молоко девать? И ты. А мужики такие говорят, не знаем, о чем вы вообще говорите, мужики. В общем-то, какие-то мелкие. И молоко, мед наш. И вы знаете, вот чем мне нравится Бог. Я его благодарю. Вы знаете, если бы он мне показал тоже все. Я лежал на лужайке и видел только самые хорошие вырезки из моего фильма. Я не видел предательства. Я не видел этих гнусных роликов. Я как посмотрел ролик, думаю, ой, какой ужасный человек. Этот Шаповалов, кто он? Господи Боже. Такое склеить, это талант надо. Думаю, вау. Я говорю, я бы к нему в церковь тоже не ходил. Такой страшный вообще человечище. Дьявол знает, кого гадить. Не переживай. Все нормально. Все получат свою награду. И продюсеру роликов тоже. И Бог. Поэтому не переживай. Смотри хорошие картины. А в сплохибе он поможет тебе разобраться по дороге. И вы знаете, потом я уже столько пути прошел. И потом думаю, Бог, слушай, а, все-таки не все я видел. Этого не было. И этого не было. Слушай, Бог, вот этих десяти лет вообще не было в моем фильме. Откуда? Бог говорит, сынок, я берег твое сердечко. Мне тебе было жаль. Поэтому я знал, на что тебя купить можно, чтобы ты двигался с улыбкой к мечте. А сейчас уже дудки назад вернусь. Ты что, столько заплатить цены? Я говорю, да, дьявол, сейчас держись. Сейчас уже, Бог, знаешь что, можешь любые мультики показывать, все же, но все равно. Мы уже все видели, слышали. Уже удивить тяжело, чем. Итак. Заканчиваю с простыми фразами. На Саула навесили погоны царя, но внутри он так и остался боязливым прячущимся мальчиком. Помните, как избирали царя Саула, да? Весь Израиль собрался на торжественный праздник. Здесь пророки, здесь цитры, кимвалы, хоры, воины стоят. Инаугурация сейчас будет. Президента выбираем, уже выбрали. Корону будем садить. Все пришли, кроме царя. А где царь? А он там в хлеву прячется. И не найдете, и не помажете. Прикидываешь, нужен был пророк с точностью до сарая. Он там под коровой сидит. Притащите царя сюда. Прикидывайте, приводят царя. Это не царь. Это раб. Фу. У Давида не было даже титула. У него не было ничего. Его никто нигде не превозносил. Он просто принес сыр и хлеб и наведался о братьях и выиграл самую мощную битву Израиля. Без оружия, с которым были цари. Потому что образ, дорогие мои, был здесь. Поэтому тебе не важно. Ты думаешь, тебе нужно рукоположение, позиция, дружба, правильные отношения с людьми, открытые двери. Тебе нужен образ и все. Слушай внимательно. И все. Слушай внимательно. И все. Ничего. Как только я увидел его образ, я сказал, вот это будет жизнь. Веселая жизнь. Итак, вот почему Иос, о котором мы прочитали, остановился на третьей стреле. Потому что в образе сознания Он был жертвой, он не был царем. Можно продолжать и вспоминать еще разных людей, которые пали тоже примерными вещами. Как бы Иуда не старался быть учеником Христа, внутри он всегда был предателем, всегда был лжецом и вором. Почему? Бог знал, и Иисус абсолютно видел его насквозь. И он знал, что в определенный момент он его предаст. Но уникально то, что Петр сделал то же самое. Точно так отрекся от Иисуса. Но Петр не был предателем. Петр совершил предательство. Кто-то знает разницу между быть предателем и совершить предательство? Другими словами, предатель это функция. И когда он предал, он сделал свою функцию и пошел и повесился. Тот, кто совершил предательство, он пошел и покаялся и сказал Иисусу, это не я. И Иисус ему говорит, ты меня любишь. Он говорит, люблю. Трижды. И он говорит, спасибо. И Иисус знал, что Петр не предатель. Он просто смолодушничал. Не путай предательство с предателем. Это две разные вещи. Потому что Иуда был в сознании предателем. А Петр, он был ученик, любимый Иисуса Христа, один из любимых. Он был камнем. Он не был предателем. Он просто ошибся в один тяжелый момент жизни. Поэтому будь очень аккуратен, когда ты смотришь на людей. Потому что иногда то, что они не делают, то, что они сделали, это еще не они. Итак, последние вопросы мы с вами будем молиться. Кому принадлежит твое сознание? Тому принадлежит и твое будущее. Вот и все. Воздаем уславу. Я закончу. Давайте мы поднимемся. Дорогая семья. Вы взяли что-то для себя. Я прошу вас, родные, пожалуйста, еще раз вам говорю, я не тот человек, которому что-то от вас надо. Я с удовольствием отдам часть себя для вас. Потому что моя мечта не вот, знаете, вот здесь что-то вытворяется. Моя мечта помочь всем, кто хочет помощи. И я уверен, что вот эти несколько служений, вот эта серия тем о сознании, что-то изменит в тебе. Я знаю, что это изменило очень много во мне. Я знаю, что когда много лет назад Бог начал со мной этот путь, Он начал работать над моим сердцем, сознанием, моим воображением. И когда я дошел сейчас до этой позиции, Бог мой, сколько было боли, и я тебе сейчас дарю все эти пять проповедей. Вот так дарю тебе. И я прошу тебя, для меня будет честью, если ты хотя бы одну употребишь для своей жизни. Я тебе гарантирую, если ты возьмешь сейчас хотя бы часть того, что я говорил, ты уже через месяц не узнаешь себя. Вокруг тебя люди будут говорить, слушай, вроде он, а вроде не он. Он ведет себя нормально. Он уважать себя стал. У него речь нормальная. Он выглядит как-то вообще красиво. Хотя ты не менял прически и не покупал новой одежды. Ты изменился внутри. Ты стал излучать свет, любовь, потому что это зашло внутрь. Закрой сейчас глаза и скажи ему, отец, покажи мне мой образ. Покажи мне, говори со мной. Пообещай сейчас небесному папе, что ты будешь проводить с ним время. Я умоляю тебя, перестань религиозно мучать Бога. Просто ляг на травку, сядь в машину. Уйди где-то в спортзал, куда угодно, сядь в джакузи и проведи с ним время. Просто дай ему поговорить с тобой. Просто сядь и два часа ничего не говори. Позволь ему говорить с тобой. И ты увидишь, как образ меняется, 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 меняется. И в процессе ты перестанешь узнавать сам себя. Попроси его, скажи, любимый папа, покажи мне меня. Я устал жить в религиозной лжи. Я устал, что каждый грязными лапами лезет в мою внутренность и перестраивает меня. Научи меня правилам движения моего сознания. Я хочу направить все мои мысли к моему Христу. Я хочу подчинить всякую мысль, которая еще бегает без контроля, в подчинение моему Богу. Я хочу подчинить всю свою жизнь Ему. Я благодарю тебя, Иисус, что у тебя для каждого из нас есть великое будущее. Спасибо тебе. И я верю, что в этом зале уже много людей получили освобождение. И познайте истину, церковь. Семья и истина сделают вас свободными. Воздай ему славу, пастор Александр. Пожалуйста. Церковь все только начинается.